Здравствуйте, меня зовут Юрий, я прошел по БАЗе на спидхаке, я долбоёб. Да, отлично начали. Я, конечно, знал, что это видео никто не посмотрит, но чтобы реально никто не посмотрел, но это не входило в мои планы. Ну и как бы ладно, несмотря на то, что я из этого говна, блядь, заработал бессонницу. Так что пытаемся нажиться на своём контенте, выпускаем монтированное каноничное прохождение на спидхаке, чтобы там один ряд, одна клетка, мозг и так далее. Но так как я лучший игрок в мире, а именно я все родители в детском шутере, которые никто не поддерживает, и, конечно же, он сделан ради денег, то я решил просто накатить спидхак на ПВЗ и пройти его. Так что вот вам рассказ о том, как я это сделал. С чего бы начать? Благодаря одному человеку, благодаря которому эта игра стала возможной, я, если что, не про Джорджа Фанна, а про совсем другого молодца. Ну, обычно у нормальных людей, не у меня, а у нормальных именно, что у людей, у них всё нормально получается, у них там игра захватывается, как минимум там графон есть и так далее. Но так как я самый умный, самый гениальный ПВЗшник на планете, я отключу 3D ускорение, чтобы, первое, захватить игру как надо в ЭБС. Спидранс с читами. Игра не вылетела. Заебись. Чётко. И второе, чтобы мышка перемещалась быстрее по экрану. Вы понимаете, о чём я. Я это дерьмо чинил два дня, если вкратце, окна программы и игры и восплита накладывались друг на друга и из-за этого комп вставал. Заебись, игра. В любом случае, мне удалось всё-таки записать и сейчас я вам расскажу всё это. Кстати, программа, которая разгоняет игру, называется Кози. Версия 1.1, по-моему. Я, если что, без сценария пишу, потому что мне похуй. На самом-то деле, если так подумать, то ПВЗ на спидхаке не такой ещё сложный. В чём смысл? Игра ускоряется в три раза. Ускоряется и как бы на этом всё. Да, ты сначала тупишь там, ты медленно такой пенсионер, ну чисто бесполезная сволочь такая получаешься. Рич Верни у нас, если что, это художник. Да, он нарисовал этого любимого мною зомби. Да. Он вообще хороший человек получается. Но потом ты привыкаешь и на этом всё как-то. Проблем нет на самом деле. То есть ПВЗ на спидхаке пройти можно. Очень хороший, твою мать. Даже ты можешь это сделать, это невероятно однако. Ты можешь себе это представить? Даже ты можешь это сделать. Я нет. Так в чём же беда? В чём смысл тогда этого прохождения, если ты можешь пройти его? А всё очень просто. Есть, например, моя любимая мини-игра на 2.5 уровень. Это где надо зомби муатком бить. Игра ускоряется. То есть поверх ускорения от Кози у нас идёт ускорение от игры. Это всё дерьмо накладывается. Из-за этого пройти честно эту мини-игру невозможно. Вообще-то возможно. Мы просто берём... Прохожу эту игру честно только один раз. Есть всего лишь один способ эту игру пройти с первого раза. Просто зажимаем пробел и всё. Игра замедляется примерно в два раза. Если что, зомби через паузу вот так бегут. А без паузы вот так. И в чём проблема, спросите вы? А вот не регистрируется ни черта у меня. Регистрация попадания муатком хуже, чем регистрация выстрелов в ГВ-2. Вы можете себе это представить? Я нет, пока не начал эту херню проходить. Бинга что ли из-за этого? Если что, это не последний подобный уровень. И мне ещё придётся много подумать над этим. В бассейне, кстати, всё спокойно. Мы просто сидим на табуретке. Всё правильно. Пьём холодный чай, потому что он остыл. Блядь, сука. Ну и нормально. Пацаны просто идут, мы их убиваем. Ну, точнее, кто убивает? Повторите. То есть, двойной скорострел. Есть, конечно, зомби-водолаз, но всем похуй на него. Он пидор ебаный, блядь. Никого это не ебёт, нахуй. Дальше идёт уровень 3.5. Ничего интересного, на самом деле. Просто мёгкие зомби. Кстати, вот вам реальная тактика от профессионала растений против зомби. Вот вам надоело использовать эти сраные орехи. Мне, на самом деле, тоже. Нахера нужны орехи, если есть вот эти вот кувшинки. Мы просто берём вот так это дерьмо, ставим. И эти сраные зомби на дельфине ничего не могут нам сделать. Так что вот, пользуйтесь, ёпта. О, успел. Ну и дальше идёт туман. Ну знаешь, с утра идёт туман, когда ты садишься в автобус какой-нибудь. Это, если что, реальная жизнь. Я реально садился в 6 утра в автобус, чтобы доехать до своего детского садика, по-моему. И, если что, это всё монтаж. Ну, короче, появляется туман, а это означает, что появляется зомби на шрах. Я не знаю, каким образом появляется именно в этот момент зомби, потому что я не знаю, что в тумане такого, что появляются вот эти именно зомби на шрах. Но, тем не менее, в любом случае, надо что-то делать. А что именно? Не ясно. А всё очень просто. Читать далее. Мы ставим кактус, открываем клевер и всё. Собственно, вот вся тактика против них получается. Ну, дай бог я убил кого-то, да? Нормально идти. Базарю. Потому что в прошлый раз я его не убил у этой в сады. По-моему, я промахнулся тупо. Потом дальше возобой. Его тоже, на самом деле, можно пройти с первого раза, что я, собственно, и сделал. Ха-ха. Не возьмёшь, блядь, а. Какой вам наворотник у ёбки. Ну и дальше идёт шахтёр. Всем тоже на него насрать, он говноед, блядь. Подарок. Он, к тому же, играет в Садовую Войну 2. Ну, просто дебил ёбаный. Ну, ёбаный рот, блядь. Ну, сука, с кем приходится жить на этой земле, ёбаный, блядь. И сейчас ты такой выскакиваешь и такой, а почему ты мог говно? А потому что я отключил 3D ускорение. Напоминаю тебе об этом, дурачок мелкий. А дальше идёт уровень спога зомби. Тоже, на самом деле, простой, но он может быть ещё проще, если ты получишь одну тактику от самого лучшего ПВЗ-шника в мире, который играет в растение против зомби, имеет канал на 25 подписчиков. Ни у кого такого нет, и это самое. Он ещё играет в растение против зомби Садовая Война 2. Не играет, на самом деле. Ну, не играет. Он реальный пацан, и ты его наверняка знаешь, слышал о нём, и... Это я, если что. Короче, мы берём, ставим трусогриб в самый левый конец, то есть, прям возле косилок ставим и нормально. Ничего страшного, косилки выключены. Отвечаю, пацаны, там нет бензина. А потом где-нибудь справа засираем всяким бесплатным говном, который наносит средний урон. И всё, ни один говноед не прорывается, но никто не прорывается, ну, блин. Просто не прорывается, вот и всё, он не прорывается, ёббаный. Ну, вот ты скажешь, что он прорывается, а я скажу тебе, что он не прорывается. Ну, не прорывается он и всё, он не прорывается. А потом ещё можно поставить вот это залупу за 100 рублей, и тогда даже я никогда не прорвусь. Ну, никогда не прорвётся, он не прорывается. Даже какой-нибудь Никсуайн-шерифик, который за одну секунду всех убивает, он никогда не прорвётся. Никогда. И всё. А потом свет выключили, там. Тоже дебильное. Тут всё дебильное, в принципе, в этой игре. А прохождение всё ещё продолжается, блядь. А потом начинается крыша с моей самой любимой музыкой. И, конечно же, у меня нет возможности её прослушать прямо сейчас. Точнее... А вообще, блядь, похуй, давайте поставим эту музыку ещё чё, блядь. Чё, ёбаный рот, блядь. Ну, поставим, да и всё, нахуй. Ну и поправьте, говоря, на крыше тоже мало что интересного. Ну, то есть, да, понтовое прохождение первого уровня. Тактика, как взять достижение приземлённой. Просто берёшь и сажаешь вот это говнище. Я прошёл игрок острём, получил ачивку, чтобы она потом, блядь, сбросилась. Потому что игра не может в нормальное облачное сохранение. Спасибо! Всё, я приземлённый, пацан. А ещё это отнимает целых пять секунд, по-моему. Ну, есть, конечно, пара интересных моментов. За эти 15 лет любой мог отсидеть срок. Фу, как не культурно. Мы открыли Мэри Гоут, то есть, ромашка, календула, злотоцвет. О, талисман победы. Он даёт удачу, плюс 10. Это факт. Если ты с ним не согласен, пошёл нахуй. Ставишь Мэри Гоут и уровень пройден. Всё, баста. С его помощью можно прородить абсолютно любой уровень, если ты его взял с собой и поставил хотя бы одну штуку по центре. Обязательно по центре. Если ты не согласен, то, блядь. Ну, ты сам посуди. Посуди. Вот логически. Ты подумай логически. Я сейчас открою Electronic Arts App. Или как это дерьмо называется. Неважно, короче. Origin открою. Вот давай, смотри. Вот написано, что я в стандартную версию. Есть ещё GoTi Edition. И вот я наиграл 142 часа 50 минут в растение против зомби, которое Plants vs Zombies. И это не учитывая все пиратские прохождения. И ты думаешь, что я могу быть в чём-то неправым? Ты это серьёзно? Да, я могу быть в чём-то неправым. Но календово имбал. Понял, блядь? Всё, иди нахуй. Ну, ещё есть величайший уровень всех фримена народов. 5. 5. Блядь. Который ещё успеет себя проявить. Вы это самое. Не расслабляйтесь тут, если что. Похер на эти 50 рублей. И душе обидно, конечно, но в данном случае победа того стоит. А потом случилось непреднамеренное обстоятельство, и я умер. В первый раз. Перзанты, быстро. Опа. Ох. Твою мать, блядь, а. Ну, пиздец, спаун уёбичный, блядь, а. Ты спросишь, как я записал этот ролик? Всё очень просто. Бля, реально, а как я это смог сделать? Да. Так, спасаешь, спасаешь. Да, он умер, всё же. Он умер, да. Он умер, да. Но потом я прошёл этот уровень и наступает, наконец-то, как бы, кульминация всего этого дерьма. Через пень колоду затащили Если мы убьем зомбоса с первой попытки То все будет вообще заебись Один час Четвертая минута Ну третья, но это не важно В прошлой попытке Я за час два прошел Сука Ну короче Ты наверное заметил Что я не купил косилки Ты спросишь, да кто я такой Чтобы этого не делать Кто я такой Я прошу прощения, мне просто денег нет Ну то есть То что у меня есть восьмой слот это большая удача Это смешно Но в любом случае Я как обычно покажу Вот это вот дерьмо без косилок Обычно покажу Обычный сюжет без косилок Это понятно И поэтому я просто взял и прошел это дерьмо Не знаю с какой попытки Так посмотрим первая попытка Вторая блять Какие катапульты Вы что дебилы что ли блять Третья Четвертая по моему Пятая Шестая Седьмая Да ебать блять Попался на хуйбище блять Хуйня блять Культово легендарное классическое растение против зомби Которое переводится как Plants vs Zombies Была пройдена полностью мной за Час 12 56 секунд Круто Ну пока я монтировал это видео я уже успел устроиться на официальную работу Но несмотря на это я наоборот только смог закончить долгострой С мая знаете или как то было сложно за пару месяцев хотя бы сделать А тут блять Чуть ли на полгода растянулось В общем ставьте лайки, комментируем, говорим что видео говно блять Если честно то это так оно и есть И тогда я пройду пазлы, выживание, мини игры и даже возможно второй раз пройду эту ебучую игру Там есть что пощупать До свидания Надеюсь я не сдохну в процессе